Хочу поздравить наших болельщиков, которых мы опять видели сегодня на стадионе. Благодаря ихней поддержке в конце смогли додавить и выиграть 1-0. Спасибо им большое. Что касается игры, перед игрой в раздевалке ребятам сказал, что для того, чтобы выбрать очки, нам их никто не даст, их нужно будет выгрызать. Может, с кровью. Сегодня у нас получилось выгрызать эти очки с кровью. Мы спокойно будем готовиться к следующей игре. Пожалуйста, наслаждайтесь. Здравствуйте, Роман Михайлович. Спасибо. Роман Михайлович, такая сложная игра, и вы выпустите на депутанта Богомольского. Почему вы решили сделать эту замену, и как считаете, она оправдала себя? Я думаю, что даже не обсуждается замена, а оправдала себя. Все-таки, когда ты нагнетаешь, затем забиваешь гол, и нужен форвард, который будет цепляться за мячи, еще обострять и зарабатывать фолы, тем самым подвигая мяч в своих ворот. Мы очень довольны и хотим его поздравить с этим дебютом. Он его заслужил, заслужил своей работы в тренировочном процессе и играми за дубль. Мы очень довольны. Данила Травмировна, ты известно, как ты его отсутствие сказалась на матче? Ну, да, Данила квалифицированный игрок, но при этом хочу сказать, у нас в обойме 22 игрока, которые в состоянии заменить любого, все умеющие, квалифицированные футболисты. Еще вопрос. Фатай, при счете 0-0, покидал поле пешком из США. Что можете сказать по этому поводу? Любой футболист хочет играть 90 минут, но в любом случае, рано или поздно, нужно делать замены на благо команды. Поэтому я не считаю, что это какой-то инцидент или конфликт, это нормальное состояние любого игрока, который хочет играть и хочет забег. Ничего страшного в этом нет, и даже на это не обратил внимания, если честно. Продолжать тем Богомольского вчера, вы были на ваших дублярах, можно посмотреть на кого-то еще? У нас и так уже с каждым днем, когда после дубля мы берем игроков, у нас уже в основной обойме тренируются с нами 22-23 футболиста, это сложно, но при этом, я же говорю, у нас там под прицелом большая группа игроков, у нас и Ксенофонтов, и Лях, у нас очень много игроков, и Богомольский, тот, который тоже был там, у нас большая группа игроков, за кем мы следим, мы очень довольны, они работают с нами в общей группе, они прогрессируют, я уже на какой-то пресс-конференции говорил, что после Турции ребята очень прибавляют, видно желание, видно то, что они хотят расти, двигаться вперед, и если вы сегодня заметили, у нас в заявке было три молодых футболиста, Коля Иванов, Богомольский был, и Ксенофонтов. При этом не забывайте, у нас вратак стоит, молодой. Оказалось, что во втором тайме у Динамо было больше вертикального футбола, это ваше решение, просто так лучше? Нет, мы пытаемся играть больше в атаку, но у нас есть определенные моменты, которые у нас еще не получаются, я считаю, именно этот вертикальный, вертикальный футбол, именно вертикальный футбол над этим работаем, я надеюсь, что дальше у нас будет получаться больше в этом успехе. Вы говорили, что ваша команда уязвима, когда у нее нет мяча, но при этом игра без мяча, это важный аспект в современном футболе. Как решать этот проблему? Так и решаем, пытаемся все-таки забрать его под свой контроль. И сегодняшняя игра показала, только мы без мяча, у наших ворот моменты возникают. Только мы с мячом моментов нет. И концовка игры показала то, что мы больше начали прессинговать за счет Богомольского в фазе атаки и Егора Зубойча, и мы очень здорово не давали сопернику начинать качественно эту атаку. И мы, если вы заметили, мы начали игру в одного форварда, затем поняли, что нам будет тяжело обороняться, и мы сразу перестроились в два форварда. Роман Михайлович, в вашей родной Украине сейчас предубленная гонка. Это как-то не отвлекало вас от подготовки к игре? Нет, не отвлекало. Некогда там смотреть предвыборную гонку, поэтому здесь много работы хватает достаточно. Результаты узнают завтра. Если не теперь закол, будете в лософе. Не хотели бы это сделать, наверное, вопрос.